Всем привет, с вами Катерина и сегодня я расскажу о Винзаводе, но это не то, о чем вы подумали. 2 марта на Винзаводе открылась выставка, приуроченная к выходу долгожданного сериала Король и Шут. В самом начале каждому выдают наушники, чтобы была возможность слушать музыку, при этом не мешая окружающим. Экспозиция по смыслу разделена на две части. Первая знакомит с культурой панка, его историей, ролью в массовом искусстве, основными постулатами и лозунгами. Здесь же висит символическая 10-метровая гитара, сломанная в порыве ярости. Особое место занимает воссозданный в красках панковский туалет концертного клуба. Не забыли про отечественных исполнителей. Почетное место Это место отведено гитарам Егора Летова и воссозданной домашней студии гражданской обороны, где группа записывала свои хиты. Не обошли стороной и по-своему экспрессивный образ жизни панковского сообщества, с присущими ему покрышками, раздолбанной тачкой и железными бочками. Яркие атрибуты, заклепки и цветные ракезы. Ну и конечно, куда же без мамы анархии и соответствующего стакана. Для настоящих ценителей искусства приготовили специальный плакат. Также на выставке представлен целый раздел панков вне панка, где Маяковский и Толстой передают пламенный привет. Вторая часть выставки полностью посвящена истории и творчеству короля Ишута. На входе расположились школьные деревянные парты. Здесь же выставлены тетрадки с текстами песен и заметками, письма и фотографии и оживший рисунок мелом на доске. А также иллюстрации князя к альбомам группы. Продолжение следует... Как и в сериале, здесь стирается граница мистического и реального. На страже экспонатов стоят каменные статуи с факелами. Заглянув за деревянную дверь, каждый может почувствовать себя героем темной сказки короля Ишута. Присев за стол с мужиками, пьющими пенное и вкушающими мясо, приготовленное по особому рецепту конюха. Отдельный уголок посвящен горшку. Фото, концертная запись. Приютилась за стеклом его гитары и зарисовки шариковой ручкой. А совсем рядом расположилась экспозиция, посвященная мертвому анархисту. Жутковатый финальный аккорд. Плащ на манекене, надгробие. На экранах демонстрируются стаи птиц и покосившиеся дома деревеньки. Как напоминание о том, что жизнь игра, а творчество бессмертно, на пути к выходу расположились большие в человеческий рост игральные карты с героями и строчками из песен. Шут, король, продавец кошмаров, ведьмы и вурдалаки закружились в вихре безумия над головами посетителей. Шут, король, продавец кошмаров, ведьмы и вурдалаки закружились в вихре безумия над головами. Перед тем, как сдать наушники, можно напоследок взглянуть на таймлайн Киша по годам. В конце экспозиции на стене можно заметить хлопушку сериала Король и Шут, вызвавшего новую волну интереса к творчеству музыкантов. В самом конце расположилась тематическая фотозона от Яндекса, сувенирный магазин и темная комната, где обладатели подписки плюс мульти от Яндекс могут посмотреть в VR-шлеме сказочный атмосферный клип на песню «Мертвый анархист», снятый в формате 360 градусов с участием актеров сериала. В целом выставка достойна внимания, особенно она понравится фанатам Киша и, возможно, привлечет новую аудиторию к творчеству группы. «Мертвый анархист»